Приветствую вас, и агрессия в любом случае свидетельствует о том, что человек не выражает свои эмоции, свои чувства так, как ему ходят. То есть агрессия это следствие накопления определенных чувств, да, и, соответственно, последующего их взрывного выражения. Но также агрессия есть и проявление защиты, когда человеку кажется, например, что ему что-то угрожает. Вот. Понимаете? А... Какая история. И здесь, в этой ситуации, я думаю, что ключевое, что вам нужно сделать, да, это не играть роль спасателя, потому что ваша подруга, она сама того не осознавая, да, может хотеть того, чтобы вы дали ей внимание определенного, да, значит, чтобы вы обратили на нее внимание как можно скорее, быстрее, вот, и так далее. И чем больше вы будете ей помогать, ну, решать ее проблемы, вот, тем больше шансов будет на то, что она так и, в общем, не наладит свою личную жизнь, вот. И, вот, как бы, в результате, да, она так и будет одна, вот. Поэтому, спасать, спасать ее, ну, ни в коем случае не нужно. Спасать ее ни в коем случае не нужно, потому что этим вы ей не поможете никак. Наоборот, вы сделаете только хуже. Может ли это быть из-за того, что у нее в личной жизни не вкладывается? Да, может. Может. Но, в таком случае нельзя говорить о том, что в ее семье все хорошо. Потому что, по психологической теории, да, если в семье все хорошо, то, соответственно, и в личной жизни все точно будет хорошо. И, соответственно, если в личной жизни все не хорошо, значит, и в семье тоже все не хорошо. Иначе, откуда человек бы сделал, да, вот, для себя такой аспект, что вот они живут в одном дворе, да, и не могут, значит, пойти друг другу на встречу. Вот, понимаете, ну, это же, как бы, это же показатель, да, это же показатель того, что ваша подруга, она стесняется, да, что она не решается, что она не может проявить активность, вот, и так далее. И у этого, собственно говоря, есть свои основания, вот. Какие основания, то уже нужно выяснять, какие конкретные основания там могут быть. Но, так или иначе, эти основания есть. И, совершенно нормально, что она очень хочет, чтобы, ну, она как бы, как бы, на всех открывается, потому что, это единственное, что ей остается, вот. Ну, как бы, да, на данный момент. Вот, поэтому мне стоит играть с ней спасителя, вам не стоит покупаться на её поведение такое, да, ну, вот. И, соответственно, вот, если вы действительно хотите ей помочь, да, если вы действительно хотите для неё что-то сделать, то лучшее, что вы можете сделать, это сказать ей, что дорогая, у тебя, как бы, ну, проблемы. Вот, и, соответственно, если ты хочешь, чтобы у нас всё было хорошо, да, то есть я вот не хочу, например, терпеть от тебя, там, какие-то вспышки, да, там, агрессии, например, и так далее. Вот, мне это, как бы, не нравится. И, соответственно, если, вот, я вижу, да, что ты агрессируешь, ну, обратись, соответственно, к психологу, да, тебе, там, помогут, тебе, там, дадут все необходимое. Вот, если ты не хочешь, там, твоё право, но я с тобой общаться, например, не буду, вот. Можно подумать, что это достаточно такая жестокая позиция, вот, но на самом деле это позиция, которая в первую очередь защищает именно вас. То есть это позиция, которая стоит на стаже ваших интересов, вот. То есть не интересов, а вот, собственно, её, да, потому что она, как бы, ну, свои интересы сама защитит, я думаю, более чем прекрасно. Вот, она свои интересы защитит, поэтому вам здесь делать ничего не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, вот. Вот, а ваши интересы, именно ваши интересы защитит никто, без вас. Понимаете? Вот. И, поэтому, как раз таки, и нужно, нужно, чтобы вы думали о себе, в первую очередь. Вот. То есть то, что вы сейчас делаете, это спасать вас, вы спасаете свою подругу. Вот. Ну и, соответственно, если вы её спасаете, значит, вы играете с её правилом. Вот. И пока вы её спасаете, да, она, скорее всего, менять вообще ничего не будет. Вот. И это просто напросто не нужно. Вот. Вот и всё, вот и всё, вот и всё. И уж тем более, я бы не рекомендовал вам делать вот эти вот вещи, которые вы хотите делать напросто, там, куда-то её приглашать, там, что-то ещё и так далее. Очень легко, знаете ли, в такой ситуации оказаться виноватым во всём вообще. То есть очень легко сделать что-то неправильно, да, не так, и в итоге сделать ещё хуже. Вот. Поэтому личная жизнь, она на то и лично, чтобы, ну, что человек сам решает, как, ну, как вести себя в той или иной ситуации. Вот. Поэтому я думаю, что лучший вариант будет отказаться от какой-то инициативы. Если она попросит вас о помощи, да, то сейчас вот не могла бы ты, там, ну, там, что-то сделать, например, да, допустим. Вот. Ну, тогда, в принципе, да, можно сделать что-то, почему нет. Вот. А в остальных, в остальных случаях, я думаю, что вам не стоит. Другое дело, если вы хотите этого, вот. Другое дело, если вы хотите этого, это вот уже вопрос скорее к вам, да, почему вы этого хотите. Вот. С чем связано ваше желание такое? Вот. И не компенсируете ли вы что-то, ну, что-то своё, да, за счёт, счёт по-друге, по-друге. Понимаете? Вот. Потому что это тоже очень неприятная история, и её тоже нужно избегать. Вот. Ну, то есть, нужно избегать того, чтобы вы использовали, значит, свою подругу, да, для, ну, для каких-то своих целей. Вот. Это будет тоже, на мой взгляд, неправильно. Вот. Вот, соответственно, то, что можно ответить вам на ваш вопрос. Соответственно, это вот именно так можно на него ответить с точки зрения профессиональной психотерапии и с точки зрения профессиональной психологии. Я отдаю себе отсчёт в том, что возможно, возможно, да, возможно, это не то, что вам бы хотелось, да, то есть, услышать. Вот. Ну, просто скажу о том, что психологии запрещено давать рекомендации, значит, значит, третьим, ну, третьим лицам. Вот. Вот. То есть, не напрямую человеку. Вот. Ничего хорошего из этого, как правило, не получается, к сожалению. Вот. Так что, вот, собственно, парализируйте, подумайте, как следует, чего вы хотите, да, и, соответственно, уже можно будет вам тогда уже подсказать что-то. Да, ну, то есть, я имею в виду, можно будет дать более такую конкретную рекомендацию. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его улучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!